Информационный партнер программы Журнал Маркетинг Менеджмент Лучшие идеи для вашего бизнеса Здравствуйте! Вы смотрите программу Дау-бизнеса, которую сегодня ведут Сергей Турко и Надия Черкасова Здравствуйте! Сегодня у нас в студии бизнес-тренер Радислав Гондопас Здравствуйте! И обсуждаем мы с Радиславом вот эту книгу которой он в свое время любезно согласился написать отзыв, а потом оказалось, что это даже целое предисловие Радислав, я хотел спросить, когда ты изучал эту книгу и писал на нее отзыв у тебя сложилось ощущение, что стратегия жизни это мощное название, как построить свою жизнь эта книга отвечает на вопрос, она помогает вообще что-то изменить, если помогает, то как какое у тебя впечатление сложилось? Ты знаешь, в книгах есть интересная особенность в зависимости от уровня подготовленности читателя она производит те или иные изменения какой-то человек прочитает, скажет прикольно какой-то человек, прочитав первую главу коренным образом изменит свою жизнь говорить о потенциале книги в том, меняет она, не меняет это все равно, что говорить о потенциале яблока витамины в нем действуют только в том случае если яблоко съесть Это для подготовленных читателей? Это книга для нескольких планов читателей Я не знаю, задумывал ли автор такое воздействие но как всякое произведение, действительно масштабное оно оказывается актуальным для разных категорий людей которые читают Война и мир, положим, кто-то прочитает в школе о, прикольно, батальные экшен, да, битвы, любовь какой-то человек прочитает и перед ним развернется философия жизни первый не заметит второго второй не заметит первого для него батальная сцена, только под, только антураж А стратегия жизни, вот это что? В понимании автора что именно он понимает под стратегией? Стратегия предполагает, что мы задумываемся над тем, что будет дальше Это основополагающая вещь Как ты помнишь, автор оказался на грани жизни и смерти и это подвигло его на то, чтобы изменить положение вещей не допустив чего-то, изменив что-то Стратегия начинается тогда, когда человек думает наперед и это наперед не ограничивается ближайшим уикендом Это горизонт планирования, который распространяется на годы может быть десятки лет, иначе это тактика Правда? Радислав, вот автор упоминает такую поговорку Найди работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня Это и есть ключ к успеху? И как ты нашел свою ключ к успеху? Ведь ты был учителем в школе Да Как ты пришел к своему бизнесу? А до того, как я был учителем в школе, я был солдатом в армии до этого я был студентом университета А до этого еще кем-то Как ты нашел это любимое дело, которое прилипло к успеху? Все дело, что я нашел, мне нравилось Мне служить в армии нравилось, например Не настолько, чтобы я остался там на всю жизнь Но в роли солдата мне очень было, не то чтобы комфортно Но было прикольно Я даже до сержанта дослужился, командовал отделением И, в общем, не жалею ни одной секунды, ни об одном дне, проведенном в армии Мне и в школе нравилось работать А до этого я копал землю в археологической экспедиции И мне капец, как нравилось копать землю Мне было очень здорово, весело Мне нравилась компания Я бы не сказал, что человек предназначен для какого-то одного дела Которое чисто его И вот он будет получать наслаждение только от этого А все остальное, я считаю, что это вообще очень вредная установка А в чем твой секрет переключения каналов внутри себя с одного на другое? Мы живем в удивительное время, когда человек может прожить несколько жизней в рамках одной Если булочник, католик в начале 18 века рожал мальчика То мальчик будет булочником и католиком И это фатально, он не изменит ничего в своей жизни никогда Я в течение еще только первой трети своей жизни успел сменить несколько профессий И причем каждый раз это был, во-первых, свободный выбор Во-вторых, я менял хорошее на лучшее Здесь автор как раз рассказывает о одной из теорий, по которой можно строить жизнь Это различие между стратегией преднамеренной и спонтанной И идея в чем, чтобы за некой преднамеренной целью, к которой мы стремимся Не забывать те варианты, которые подсказывают нам жизнь А вот здесь есть какой-то, тем не менее, метод, чтобы не уйти в шатание Потому что некоторые учатся всю жизнь и так ничего не достигают А некоторые бьют в одну цель, а потом оказывается, что опа-на Вот он же рассказывает, да и выпускники Вот я выпускником, кстати говоря, был директор Энрон Не выпускником, а вместе учились они в Гарварде Хороший был парень, все нормально А потом оказывается, что там прошло 25-30 лет Он разрушил компанию, свою жизнь И понимает, что он жил-то зря И таких историй сотни и сотни Да, вот он и говорит, что большинство его выпускников, коллег Окончат именно так, а несмотря на то, что внешне они были очень успешные люди Слово стратегия вообще из военной практики, из военного искусства Как и на войне, ты простраиваешь стратегию Но это не значит, что ты не импровизируешь внутри стратегии Стратегия, но если у тебя нет стратегии, то вот тогда и начинается шатание Отсутствие стратегии и приводит к тому, что у тебя маятник качает из стороны в сторону А, то есть должен быть какой-то все равно конечный путь Конечно, это как, не знаю, как в любви У тебя есть стратегия, ты хочешь семью и так далее Там могут быть какие-то колебания, какие-то шатания внутри стратегии Но если делать карьерный путь, то такой был Ну да, ты не знаешь, что твое Ты не знаешь, к чему ты идешь, что дальше Нет коридора Стратегия коридор, это не узкая тропка с беревочными перилами Это конечная пристань, до которой ты плывешь разными путями Стратегия может быть изменена, совершенно верно Но пристань как цель, вот в стратегии она может быть как на войне Все хотят победить, но стратегия может предполагать разные варианты Она должна учитывать и победу, и столкновения, и потом поиска разошлись, никто не одержал победы Непонятная ситуация И должна учитывать и поражение Стратегия должна предполагать, что после поражения И человек зачастую действует как недальновидный полководец Он учитывает только самый благоприятный исход в своей жизни Ну думать о плохом не хочется? Сергей, еще ты говорил о том, что вспоминал, что автор говорит о сочетании спонтанности И некого конечного пункта Но с одной стороны, да, ты что-то придумал, ты сделал, не получилось Ты придумал еще раз, еще раз попробовал, еще, может быть, раз не получилось Как вот в этом во всем найти вот эту вот мотивацию к тому, чтобы это продолжать, пробовать, пробовать Скажи, однажды мне группа коллег предложила стать соучредителем некой компании Было это после череды неудач в моей бизнес-практике Я сказал, ребята, не берите меня учредителем Три последние компании, в которых я был учредителем, ну, не обанкротились, потому что процедура банкротства цивилизованная Просто разорились Они говорят, супер, мы тебе дадим блокирующий пакет, то есть самый большой из нас Поскольку вот у нас не было такого опыта У тебя, я говорю, у меня плохой предпринимательский опыт У меня компании разоряются Они говорят, у тебя прекрасный предпринимательский опыт То есть ты сделал ошибки, да? Ты же знаешь, как не потерять Вот же другая сторона, да? Такие люди есть, это как будто в самурайских каких-то практиках вот такое говорится Возможно, да Это мудрость такая У меня на тренинге есть шутка Я говорю, я вообще считаю, что выходить замуж за мужчину, который не был хотя бы дважды женат Это вообще очень стрёмная затея Повернись с другой стороны Опыт, это сын ошибок При условии, что ты их осознал И в своей стратегии учел Если ты, совершив ошибку, сказал Я не виноват, меня подвели все Я родился не в то времени в той стране То ты не приобрел опыта И, соответственно, ты не становишься сильнее Любой человек, который занимается бизнесом как частью жизни Не просто открыл цветочный киоск И потом еще открыл цветочный киоск И потом еще на одной остановке открыл цветочный киоск А который занимается предпринимательской деятельностью Как правило, цветочный киоск А потом он вошел деньгами в какое-то производство наружной рекламы А потом он увидел, что для ребенка нет детского сада приличного И открыл с друзьями детский сад просто чтобы своего ребенка было куда отдать, и проект оказался успешным. А какой-то разорился, и у него то выиграл, то проиграл, то успех, то неудача. Он же не расстраивается по поводу каждой неудачи, поскольку если у человека есть стратегия, то промежуточная неудача является ее частью. Но если стратегии нет, то неудача сразу выбивает его из колеи, у него пускаются руки, он не верит в себя, ну вот, я затеял, я верил, надеялся, как к ребенку относился. Смотрите, жизнь это ведь не только бизнес, да, мы сейчас говорим о бизнес-эпыте, и автор значительную часть книги уделяет именно, как найти вот эту гармонию между бизнесом, где найти этот баланс между, скажем, успешностью в бизнесе и личной жизнью. Я считаю, что жизнь это бизнес. Жизнь это бизнес, там есть финансы, там есть бухгалтер, там есть отдел рекламы, мы прихорашиваемся. То есть не делать такого большого различия между жизнью, и вот пришел в офис, а другой человек. По большому счету человек сделал бизнес по образу и подобию своей жизни. И если мы проводим такие аналогии, мы можем увидеть, что жизнь, в принципе, как бизнес. Мой деловой календарь включает отдых. Время препровождения с детьми включает мой деловой календарь. Если он не будет частью делового календаря, то по остаточному принципу моим близким будет перепадать то, что останется после бизнеса, потому что я горю своим делом и люблю его. Но если я ставлю отдых частью своего дела, необходимого для восстановления, для расширения кругозора, например, в эти выходные не взял компьютера в руки, я читал только книгу. В течение всех выходных буквы, которые я читал, это была книга только, и все. Редкое занятие для серьезных человек. Оно у меня стояло в плане. Я себя запретил. То есть у меня в эти выходные был бизнес-план, который не... Наша программа влилась в твой личный план. Я что хотел спросить, ты рассказывал про построение стратегии. И вот очень многие молодые люди, которые начинают свой путь, они подвержены рекламе, подвержены какой-то моде. Вот модно заниматься чем-то. Криссон рассказывает о том, что люди, которые идут в тот или иной бизнес-отрасль, по моде, потому что там много платят. Потом часто оказывается разочаровываться, а как противостоять? Как понимать, что на самом-то деле сейчас это деньги, а потом я потрачу свою жизнь, я заработаю, но я не буду счастлив. Вот как противостоять вот этому влиянию моды? Есть система ценностей будет делать-иметь. Ну, это такая общеизвестная вещь, она тоже из книги, уж не помню из какой. Большинство людей, к сожалению, идут от обратного. Иметь. Я хочу иметь вот это. Чтобы иметь это, я должен заниматься вот этим. Если я буду заниматься этим, я буду иметь вот это. И то, чем я занимаюсь, сделает меня таким. Стандартная декомпозиция цели, правильно? На самом деле, выигрывают в конечном итоге люди, которые действуют наоборот. Я хочу вот такого для себя будущего. Исходя из этого, я определяю, чем я хочу заниматься, и как побочный эффект деятельности, то, что я буду иметь. И при этом не обязательно буду иметь много или больше других. Иметь нужно то, что тебе нужно. Это не разговор нашего московского общества, которое, в принципе, более или менее там какие-то материальные потребности удовлетворило. А для большинства людей, в принципе, мне кажется, актуально по-прежнему. Конечно, когда человек работает, нечего есть, он считает, что удовлетворение материальных потребностей решит все проблемы автоматически. У меня тоже в тренинге есть такой вопрос, я задаю людям. А у меня в тренинге не бывает людей необеспеченных, поскольку самостоимость участия высокая. Да и тема такая, что, знаешь, там случайному человеку делать нечего. Я спрашиваю, кто когда-либо в жизни считал, что решение материальных проблем лишит все другие автоматически? У меня поднимается почти весь зал. Серьезно? Я спрашиваю, а кто убедился, что это не так? И почти все, кто поднял руку в первый раз поднимают. Умные люди вроде бы, да? А вот в продолжении темы, которую затронул Сергей про моду, я в одной из ваших статей прочла такую фразу. Если ты сверяешь свои действия с мнением общества, то ты не успешен или не уверен в себе. Если ориентирован на общественное мнение, если тебя в том, что ты делаешь, для тебя мерило отклик извне, это признак незрелости. Ведь что происходит, как происходит формирование личности? Ребенок совершает те или иные поступки, получает тот или иной ответ окружения. Либо наказание, либо поощрение в той или иной форме. Таким образом у него формируется некий коридор поведенческий. Личность потом реализуется в рамках этого коридора. Что можно, что нельзя. Потом постепенно функцию родительского контроля от этого отзыва выполняет мораль. В социализации формируются внутренние надсмотрщики, которые генерируют это якобы общественное мнение, которое ему говорят, что нельзя, это плохо, нехорошо. Когда человек реагирует на общественное мнение, выраженное не внутренними конструкциями, какими-то психическими, а внешними источниками, можно сказать, что он остался в детском возрасте. Когда нельзя, это потому что застремят. Когда он не превышает скорость или не пересекает двойную сплошную, потому что там стоят менты или камеры. То есть он как бы не возрослел. Он хулиганит на дороге, потому что у него какая-то там визитка или какая-то там корочка, или какая-то мигалка. Прошу прощения, я предупреждаю, что сейчас мы должны уйти на рекламную паузу. Мы продолжим разговор про влияние общества и стратегии жизни и человека после короткой рекламной паузы. Реклама Информационный партнер программы Журнал Маркетинг Менеджмент Лучшие идеи для вашего бизнеса Здравствуйте! Вы продолжаете смотреть программу «Далу Бизнеса», которую ведут для вас Сергей Турко и Надия Черкасова. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Радислав Гондопас, бизнес-тренер. Мы обсуждаем очень важную тему, которая иллюстрирована в этой книге, тему «Стратегию жизни». Как построить нашу жизнь правильно, чтобы потом не было, как известно, мучительно больно. А в этой книге есть интересная очень глава, которая касается воспитания детей. Автор приводит исследование очень интересное, согласно которому, что в первые годы жизни, полутора до трех лет, если с ребенком общаться сложным языком, обычным языком, как говорят взрослые, не сисюкать никак, то это определенным образом дает такой толчок к развитию детей, который потом, если этого нет, наверстать очень сложно. Вот ты как практик в деле воспитания детей, в отличие от меня пока, как бы мог прокомментировать, например, своих друзей, потому что я еще раз объясню, идешь по улице и смотришь, как общаются родители иногда с детьми. Это либо сисю, либо «а, козел, куда попер?» То есть формирует ту самую модель, которая до полутора лет. Это же стратегия. Вот когда ребенок маленький, стратегия за него родители. То есть, по сути, его помещают в определенный такой странный коридор, да? Его подтормаживают, да? Ну, когда ты разговариваешь с ребенком, пока непостижимым для него языком, ты его разгоняешь. Знаете, я об этих исследованиях слышал еще в детстве, о том, что с ребенком не нужно сисюкаться, нужно разговаривать как со взрослым человеком. Не то, чтобы от него нужно требовать как от взрослого человека, но речь должна быть на опережение. Кто-то сказал, а не кто-то, а мой преподаватель русского языка и литературы сказал когда-то, если ты читаешь книгу, но не можешь ее понять, не останавливайся, читать дальше, понимание придет. То есть, вы лица надо читать. Тебя как бы автор тащит за собой. Гораздо хуже, когда ты читаешь литературу примитивную, которую ты давно проехал, да? Она тебя опускает на свой уровень, неизбежно подтормаживая. Моей дочери два с половиной года, и я с ней действительно хочется и посисюкаться, и понежничать, но большую часть времени я с ней разговариваю не то, чтобы как со взрослым человеком. Что ты читаешь? Ну вот я должен сказать, ну тоже, что детям читают сказки, мало читаю, мама и няня большей частью этим занимаются. Если я говорю с ребенком, как и все у меня в семье, никто не говорит, ну-ка покажи, где у Маши носик. Маша два с половиной года. Маша, где у тебя носик, да? Где у тебя? Маша довольно рано перестала говорить в присутствии папы, там, Маша папе даст там чего-то, а она говорила, я тебе. То есть у нее вот эти вот местоимения, вместо употребления в третьем лице присутствующих, появилось довольно рано. И должен сказать, что это влияние речи, как с ребенком говорят. Она считает, ее не обмануть, она знает, сколько людей в комнате, первый, второй, третий, четвертый, иногда ошибается, но в целом она уже вполне способна, буквы она знает, может быть, не весело повезло. Ну да, я в этом смысле согласна с Радиславом, и, собственно, автор говорит о том, что чем сложнее ты задаешь ситуацию ребенку, тем, собственно, он, знаете, похож на вот эту ситуацию, когда ты бросаешь, и человек выплывает. Я ее одеваю, и говорю, дай мне левую ножку, дай правую, но не так, знаете, взял за ногу и вставил, или вот эту ногу, вот эту, нет, левую, если она подает правую, нет, не эту, правую, она постепенно превратает. Ну, она так же, как у Радислава ребенка два с половиной года, и мы, когда делаем какие-то перестановки, даже покупаем машину, покупали машину, мы ее спрашиваем, какую бы ты хотела, какая тебе нравится, как ты считаешь, что лучше сюда поставить или туда. То есть вы уже обожаете ответственностью, Она активно включается, и несмотря на этот возраст, она действительно старается дать тот или иной совет, сюда надо поставить стульчик. Я могу сказать, что он очень не датчик. И на мой взгляд, это очень работает. Это как человек другой культуры, который не владеет русским языком в достаточной степени, представляется нам по интеллекту равным уровню владения нашим языком. Хотя на родном языке он, возможно, может объяснить гораздо более сложные понятия, чем мы на своем родном. У меня был в армии интересный опыт, когда были ребята из Кавказа, из Средней Азии и так далее, и так далее. И привычно было русским несколько свысока относиться к нерусским, поскольку они как бы ограничены. Эта иллюзия ограниченности была из-за ограниченности речевого аппарата. Когда же в откровенном разговоре я вдруг узнавал, что вот этот человек, например, чем он занимается, чем он увлекается, я понимал, что он выше меня стоит, но в рамках своего языка. Та же ошибка происходит с детьми. Если ребенок владеет речью не настолько, насколько мы, нам кажется, что он ровно во сколько же вас Он же иначе проявить себя не может пока. Он не может приемлемет. Поэтому и думает. Но это не значит, что его внутренний мир, его внутренняя жизнь, способность анализировать происходящее и принимать решения так же мала, как малый поварный запас. То есть стратегию жизни в этом смысле мы задаем сам в детстве, формируя вот этот коридор. Кстати, интуиция у детей, мне кажется, гораздо меньше подавлена, чем у нас. И они многие вещи чувствуют очень отчетливо. Но не один раз замечено, что мама или папа должны прийти домой, ребенок чувствует. Она в возбуждении уже выбегает в прихожую, хотя она не может слышать, но еще в подъезд не вошел. Ребенок чувствует каким-то удивительным. Дети и собаки почему-то ощущаются. Радислав, скажите, у вас много разных тренингов, в том числе связанных с как сформировать свою гармоничную жизнь, бизнес. Это одна из тем, но не основная в тренинге. И личная жизнь. Скажите, что из этой книги вы бы взяли в свои тренинги? Я уже взял, но скажу прямо, когда мне в руки попадает книга, подобная этой «Стратегия жизни», я не открываю как «О, Боже мой, не знал и представить не мог», потому что я довольно давно занимаюсь этой темой в целом, и стратегией жизни, и путями достижения успеха, управления своей жизнью, как хозяином жизни. И поэтому, по большому счету, не сказано ничего принципиально нового. Да по большому счету, мы живем вообще в эпоху постмодернизма, ничего нового сказано и не будет в ближайшее время. Но вопрос, как сказано? Ведь наверняка утреннюю гимнастику вы делали в пионерском лагере, как и я, но кто-то после этого стал ее делать ежедневно, а кто-то после этого выдохнул, слава Богу, что мне не приходится делать этого каждое утро. Так и автор, он может сказать так, что человек изменит что-то в своей жизни, а может сказать так, что ты скажешь, а, ну, слава Богу, книгу дочитал, и... На тот взгляд, она убедительна? Да, для меня убедительна. Мне понравилась та часть, которая еще в самом начале, о мотивации и о соотношении материальных стимулов и мотивации. Я давно об этом трублю, как могу, у меня даже есть тренинг по мотивации, я говорю, ребята, деньги не мотиватор. Прошла чудовищная технологическая путаница. Деньги вошли в состав мотиваторов, а этого нет и быть не может. И появился термин оксюмарон, знаете, живой труб, горячий снег, материальная мотивация. Деньги ради денег, да, получается. Не бывает. Деньги выполняют гигиеническую функцию. Смотрите, я все прекрасно понимаю, но, допустим, вот... Кстати, автор использует именно этот термин. Современные, очень многие... Вообще, исследователи говорят, что вот, ребята, вам надо обращать на себя внимание, свою уникальную стратегию, и так далее, да? Тем не менее, нам известно, что вроде как жадность двигала мир. Стратегически, да? Стремление заработать больше побуждало людей открывать новые там страны, изобретать новые... Вот это тем не менее, да? Вот вроде как этот шлейф идет. Завоевывать другие страны. Да. Это что сейчас? Что теперь как бы идет какой-то против прогресса? Вот этот тренд пошел, или что? Есть некое противоречие, да, вроде бы, как бы. С одной стороны, деньги все просто, и мы бежим зарабатывать. Я бы сказал так. Если мы начнем изучать психологию человека, состоятельного, но расширяющего свой бизнес, мы поймем следующую вещь. Деньги, это очки в игре. Любой спортсмен, вот наша соотечественница заняла второе место на чемпионате мира, да, по фигурному катанию. 16 лет. И когда, ой, черт, она чуть-чуть не дотянула, сказал ведущий, чуть-чуть, это был бы фурор, мы бы заняли первое место, она дебютантка чемпионата мира. Мог бы порадоваться. А я сказал, отлично, что заняла второе, потому что, что бы она делала дальше. Работать на удержание позиций гораздо психологически сложнее, чем на завоевание. И человек, который сделал бизнес, завоевал долю рынка и стагнирует, это психологически сложнее, чем захватывать новые территории, открывать новые бизнесы. А про вот это первое место, вот есть такой миф, что обязательно надо быть первым, если я второй, уже все, опять минус, это катастрофа. В спорте не бывает по-другому. В спорте, если ты не стремишься быть первым, стремишься просто получать удовольствие от процесса, возникает вопрос, что является критерием успеха. Тогда занимайся гольфом на досуге. Не нужно лезть в профессиональные рейтинги. Если ты хочешь кататься на коньках, катайся возле гума. Зачем ты не хочешь на чемпионат? А если я первый стремлюсь в этой парадигме, то я все-таки стремлюсь для себя или во многом для того, чтобы доказать другим, что я не хуже? Ты реализуешь заложенную в нас некую программу. Ведь в определенном возрасте человек очень важен. Он сам себя осознает. Но это же мода. А это разве не мода? То есть ты хочешь сказать, что стратегия жизни не для себя самого, а для общества? Сергей, мы с вами говорим. Получается, так, Сергей? Да. Мы находимся в возрастной категории, когда опережение других не является критерием успешности для тебя. Но лет до 25-28 для человека очень важно соотносить себя с другими и понимать, чего он стоит относительно успехов других людей. Я попросил меня не рейтинговать больше ни в каких тренерских рейтингах. Пожалуйста, не ставьте мое имя. Мне неинтересно, мне не важно. Первый, десятый, в сотню вошел, стал первым. Вот, ей-богу, неинтересно и неважно. Мне интересно развитие внутри профессии. Я сам понимаю, чего я стою, где я не дотягиваю, куда мне хочется стремиться. Совершенно не важно, ты сильнейший или конкурентный. Но значит ли, что вот это все-таки стремление к какому-то рейтингу это какой-то просто этап, потом он должен, либо он отвалится, либо человек на нем концентрируется и все, для него эти регалии будут важны. А без этого можно, без этого этапа? Вот я изначально родился, я уже сразу... Ты можешь сразу с 40-летним родиться. И я считаю, что каждому возрасту в свое время не нужно проскакивать. Ну а как без этого этапа? Как в твоем бизнесе без этого? Нет, я не знаю. Человек хочет быть героем до определенного возраста. Он хочет всех победить и возвыситься над всеми. Но потом наступает этап мудрости, когда для него это не важно, когда он может проиграть, когда частью его стратегии может быть проигрыш. Вот тогда полководец, как Кутузов, который отступал и отступал, отступал и отступал. И это было частью стратегии. Потом хоп и победил. А потом нет, даже не победил. А враг сам побежал. Он даже и не побеждал по большому счету. Вот так и в жизни. Ну то есть смотрите, что мы тогда можем порекомендовать нашему читателю данной книге? То есть в чем стратегия жизни может состоять, если ее в некотором смысле сказать на раз, два, три? Вот чем мне нравятся авторы такого уровня? Они никогда не делают мастуду. Я очень не доверяю книгам, в которых написано, значит, делай так, делай раз, делай два. Сейчас делай вот это, делай вот это, делай вот это. Это, знаете, только аспирин помогает всем одинаково, вне зависимости от того, что у него болит. Рецепт торта можно тоже сделать. Или плацебо еще уже. Плацебо помогает всем. Таблетку разломи пополам, это от желудка, это от головы, смотри, не перепутай. Вот я не люблю такие мелкие книги. Я считаю, что они, может быть, для какого-то этапа важны, этапа развития личности. Стратегия жизни, она заставляет шевелиться мозг. Она заставляет человека думать. Она не оперирует категориями правильной стратегии, неправильной, гармоничной, негармоничной, вот этими дихотомиями искусственными. Добро, зло, хорошо, плохо. Стратегия должна быть. Стратегия должна быть, это главный вывод из книги. Мы очень хорошо помним всю нашу жизнь. Мы можем в деталях рассказать, как мы вели себя, когда нам было 5 лет, как вели себя наши дети, как мы любили того, и как мы служили в армии, как мы были на рыбалке. Но когда человека разворачивают лицом не в прошлое, а в будущее, и предлагают ему описать будущее в таких же деталях, на такой же срок, на какой он описывает прошлое, он говорит, откуда я знаю, что будет. То есть, Радислав, получается, что каждый должен в некотором смысле определить свой путь. Кому-то из Москвы в Владивосток, кому-то из Москвы в Париж. А потом получается, вот здесь, помнишь, есть интересная статистика, что 93% фирм, которые достигли успеха, здесь про фирмы, наверное, у людей тоже, они изменили свою первоначальную стратегию. Но она, естественно, у них была. Но получается, у вас есть стратегия, есть некий план. А дальше вы просто меняете, потому что если нет плана, то нечего менять. То есть, когда нет модели, то ли Нельсон, то ли кто-то из великих полководцев сказал, план – ничто, планирование – все. Вопрос не в том, чтобы реализовался план, а чтобы ты планировал. Я должен сказать это всем нашим зрителям и читателям этой книги. Объем жизненной энергии зависит от перспективы. Насколько ты ее просматриваешь, насколько она привлекательна. Не от того, что ты сегодня имеешь и чувствуешь, а от того, какова перспектива. Ведь вспомните, как вы себя чувствуете за час до того, когда должны прийти гости к вам на вечеринку, которую вы готовили месяц. Много страшного. Это такой уровень жизненной энергии колоссальный. Это подъем. Как вы чувствуете себя за полчаса до свидания, которого вы добивались и от которого вы считаете вся жизнь ваша зависит. Что вы чувствуете, когда вам звонят из автосалона, говорят, машина, которую вы заказали полгода назад, уже едет по России. О, у меня скоро. На днях позвоним вам и приезжайте. Что вы чувствуете, когда вам говорят, ну что, начались схватки, сейчас вы станете отцом. И разве это можно сравнить с тем, что вы чувствуете, когда все произошло? Владислав, на этом прекрасном моменте стать отцом мы вынуждены закончить эту передачу. Я надеюсь, что, уважаемые зрители, мы смогли заразить вас интересом к более сознательному, планируя своей жизни. Я уверен, что все у вас получится. Примеры прекрасные. Чтобы у вас ничего не получилось, у вас все получится. бессоведущие, образцы, что у них вот все получилось. Так что читайте книгу, слушайте нас дальше. Я надеюсь, вы не разочаруетесь. Большое спасибо, Радислав, что ты сегодня пришел к нам на передачу. Я надеюсь, что мы смогли раскрыть тему стратегии жизни максимально интересным для наших зрителей образом. А я с вами прощаюсь. С вами был Сергей Турко и Надия Черкасова. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова